мы закончили с обшивкой пингвином мехом теперь мы приступим к изготовлению лапок я покажу вам как изготавливать лапки из кожи для начала мы берем лапки и раздвигая мы берем лапки раздвигаем проволоку так как вы хотите чтобы выглядела лапка вот таким вот треугольником между пальчиками будут перепонки вот раздвигаем теперь мы берем ткань которую использовали для обмотки каркаса режем ее на более тонкие полоски и обматываем пальчики хорошо натягивая ткань если вы посмотрите на картинку то у пингвина пальцы довольно таки массивные поэтому нам нужно сделать утолщение проволоки в местах где будут пальцы пингвина вот таким образом туда обратно обматываем проволоки для уплотнения также вы можете пометить заранее маркером расстояние на которое будут отмечаться лапки расстояние берете по самому минимальному пальцу вот это и откладываете такое же расстояние на другие лапки потому что проволока у нас была отрезана хоть и равномерно но она все равно закрутилась неравномерно это я вам говорила еще в начале когда мы изготавливали каркас что это может произойти и это скорее всего произойдет и не надо переживать потому что мы просто подрежем лишнюю проволоку наматываем довольно таки туго хорошо натягивая ткань я вам говорю мне нужно что-то нажать мне мне нужноfestевать вырезать но мне нужно я вам сделаю как я вам вырезала я люблю но я вам покажу я вам покажу Продолжение следует... Намотали. И отрезали с небольшим кусочком ткани. Ее мы просто где-нибудь зафиксируем на лапке. Чтобы лапка не разматывалась, просто берем и фиксируем. Это потом все будет проклеиваться и зашиваться, поэтому нам уже здесь не надо прошивать обмотку проволоки, как мы это делали на каркасе. Потому что она будет заклеена и она не размотается ни при каких обстоятельствах. Поэтому вот мы фиксируем просто кончик, чтобы он нам не мешал. И пока мы не заклеим, не разматывал лапку. Вот что у нас должно получиться. Такая хорошенькая лапка с пальчиками. Делаем все то же самое на второй лапке. Расстояние пальчиков берите с того, которое у вас было на первой лапке. Делаем все то же самое на первой лапке. Пометили для удобства их маркером. Ну и все то же самое. Обмотать проволоку тканью, хорошо натягивая ткань. Обмотали в одну сторону и вернулись обратно. Продолжение следует... не спешите обрезать проволоку после того как вы намотали ткань на лапке не спешите обрезать проволоку после того как намотали ткань на лапке пускай она останется мы ее будем обрезать перед тем как приклеивать коготки на лапке звук Продолжение следует... 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 вырезали лекала на лапки берем кусок кожи я буду резать на лицевой стороне потому что у меня тут в некоторых местах брак берем кусок кожи переворачиваем на изнаночную сторону прикладываем лекала обводим вырезаем и 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 вырезаем и вырезаем вот получили правый и левый прикладываем клапки и мы видим кожа кожи больше вырезана больше и это хорошо дальше нам нужно вырезать в такую вырезать кожи вторую деталь но так чтобы ее было еще больше по бокам вырезать вот мы прикладываем и видим что кожа с припусками и она выходит за пределы лапки дальше нам нужно вырезать дальше нам нужно вырезать еще по таким деталям для этого берем наши уже вырезанные детали из кожи кладем вот таким образом изнанка к изнанке обводим и вырезаем и 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 вторую деталь также кладем обводим и вырезаем все и 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 Детали лап вырезаны Убираем кожу в сторону Теперь нам нужно подготовить пингвина к поклейке Если мы будем клеить его неподготовленного То скорее всего мы запачкаем клеем ему мех И он будет испорчен Поэтому подготавливаем его для того, чтобы работать с клеем Для этого берем большой пакет полиэтиленовый Прорезаем Отрезаем ему дно Даже не так Отрезаем ему уголочки У нас получаются такие дырочки в пакете И засовываем туда Нашего пингвина Ножки просовываем через дырочки Которые мы сделали в пакете Одна лапка Вторая лапка А самого пингвина прячем в полиэтиленовый пакет Теперь берем скотч Поскольку отверстия у нас отрезанные Оказались крупноватыми Вот эти дырки Уберем просто скотч И заклеиваем все отверстия Если вы будете обшивать его фетром Вам не понадобится заклеивать его в пакет Если вы будете делать кожаные лапки То этот пункт необходим Потому что вы просто попортите мех клеем Первым делом кладем бумагу На которой будем клеить Чтобы защитить поверхность от клея И теперь берем свой клей Шпатель Которым мы будем размазывать клей И детали Старайтесь не перепутать детали Можете их пометить Левая и правая деталь Наносим клей на детали Размазываем его шпателем Так чтобы Вся деталь была покрыта клеем Если вы клеите клеем А не клеем с горячей активацией То вам нужно выжидать Небольшое количество времени То что написано На упаковке И сразу же склеивать детали Друг с другом Я же буду выжидать Пока у меня клей Подойдет к горячей активации Мы проклеиваем Хорошо проклеиваем клеем Детали Также нам надо проклеить Клеем Саму лапку Потому что в местах Где будет Соединение с тканью Тоже должен быть клей Если там не будет клея То там будет Воздушный пузырь И он будет способствовать Дальнейшему Постепенному Расклеиванию Детали Изнутри Поэтому В избежании Воздушного пузыря Хорошенько проклеиваем Сами детали Хорошенько проклеиваем Сами детали Наносим на них клей И распределяем Так чтобы Вся деталь Была проклеена И так же Промазываем Саму лапку Промазывать лапку Надо клеем Хорошо Со всех сторон Хорошо Промазываем Клеем Не жалейте Клей Нам надо Чтобы все было Хорошо Намазано Клеем Если вы Клеите Клей Моментом То После того Как вы Нанесли Клей На лапку У вас Уже Подсох Немного Клей На кожаных Элементах И уже На этом Этапе Вам нужно Складывать Свои лапки Вместе Вы Накладываете Одну Сверху Накладываете Другую И Проминаете Жилки Если Вы Используете Такой Клей Как я На горячей Активации То Вам Что вы Намазали Подождали Активировали Клей И уже После этого Соединяете Лапки Поэтому Если Вы Используете Если Вы Поэтому Если Вы Используете Клей Момент Кристалл То Не Ждите И Не Активируйте Его То Вам Реактивировать Его С помощью Фена Вы Сразу Намазали Намазали Кожаные Детали Намазали Саму Лапку И Уже Можете Соединять Склеивать И Проминать Кожаные Детали Чтобы Они Склеивались Друг С Другом Пока У Меня Подготавливаются Кожаные Детали Я Сделаю Вторые Детали Детали Использование Клея На Горячей Активации Облегчает Работу Но В то же Время Вам Будет Необходимо Приобрести Помимо Клея Еще И Строительный Фен Если У вас Такового Нету В наличии А Это Ну Просто Будет Дороже Чем Купить Обыкновенный Клей Момент Кристалл Но Если У вас Есть Строительный Фен То Я Бо Посоветовала Вам Все Таки Купить Клей На Горячей Активации С Ним Легко И Приятно Работать Купить 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...